Спасибо. Всем привет, меня зовут Саша, со всеми практически мы знакомы, я с кем не знакомый, я предприниматель, издатель и думаю, что мечтатель, потому что я очень люблю смотреть за международными трендами. Коллеги сегодня, которые вышли только что, чтобы, видимо, не слушать, пригласили меня поделиться результатами поездки в Соединенные Штаты, которая завершилась буквально неделю назад. Мы втридцатером из России вылетели туда и в течение двух недель, посетив пять городов, постарались отыскать все лучшие практики, которые только могут быть, но не про одну я из них вам не расскажу, честно, вообще не буду рассказывать сегодня. Я буду сегодня делиться своим мнением на тему того, почему все, что там есть, мы просто делимся этими практиками, вот у Олега, например, пару дней назад на Автомаркетологе можно посмотреть трансляцию, где мы обсуждали. А мне интереснее сегодня поговорить на тему, почему это все сделали не мы и почему это сделано не нами и не в нашей стране на сегодняшний день и как научиться копировать именно то, что дает мгновенные результаты. Выступление не очень позитивное будет, все слайды будут черные с красными буквами, но при этом при всем я очень надеюсь, что вы сумеете взглянуть с другой немножко стороны на проблему того, почему нам не получается быть такими технологичными, почему мы как среднестатистический дилер сильно отстаем от лидеров зарубежного рынка, в частности рынка США. Это и обсудим. Первая история. Я сажусь в самолет больше ста раз в год и летаю по регионам нашей замечательной страны и прилетая к собственникам и руководителям, я часто слышу несколько ключевых аргументов. Первый аргумент мой любимый, сейчас не время на вот это вот все. Слышали такой аргумент от себя? Сейчас не время, потому что у нас сейчас слишком все плохо, говорили мы в 2017 году, мало денег мы зарабатываем, а тут еще изменения. Сейчас не время, потому что все слишком хорошо, говорят нам сегодня, спустя 4 года. Это любимая отговорка, которая может быть. С ней невозможно бороться, потому что, видимо, люди живут в каком-то другом времени. Самый главный момент по этому поводу, что знают наши зарубежные коллеги, все, с кем мы встречались, они знают, что они, кто они. Как думаете? Конкуренты. Какие конкуренты? Давайте, давайте, правда? Айти-гиганты, на самом деле, те, кто знают, что покупательский опыт – это самое главное, что есть, а не мы традиционные дилеры, они уже здесь. Есть такая идиома, чтобы съесть наш завтрак, чтобы оставить нас без завтрака, чтобы мы не сумели поесть и чтобы мы рано или поздно сдохли. Так вот, они уже здесь. Хотите вы того или нет? Сколько бы мы не смеялись над разными компаниями, которые выходят на рынок довольно неудачно с точки зрения маркетплейсов, но… Олег понял, сколько бы мы над ними не смеялись, в любом случае надо признать, что они уже близко и времени у нас на изменение себя не осталось. Вторая история. Саша, времени на раскачку нет, это говорят все, вплоть до самого верха. Вплоть до самого верха говорят, дай бог, чтобы у них тоже не было. Потребитель не готов. Почему потребитель не готов? Чаще всего рассказывают о том, это самая моя любимая история, мы не будем внедрять технологию, ты вообще наших клиентов видел, они с кнопочным телефоном ходят. В каком же таком мире, если вы все здесь сидите со смартфонами, и вы все клиенты, по сути дела, дилерских центров, в каком же таком мире, и в каком бренде, и в каком регионе, все клиенты почему-то оказались с кнопочными смартфонами. Ой, не смартфонами, а с кнопочными телефонами. Так вот, на самом деле потребитель не другой, он такой же, как вы. Мы никак, правда, не можем понять, почему большая часть аргументов звучит так, что эти технологии на сегодняшний день нужны только 1% наших потребителей. Если каждый из вас пользуется, кто пользуется Яндекс.Такси, про такси сейчас разговор был, пользуетесь, пользуетесь. Кажется, что если вы все пользуетесь Яндекс.Такси, то клиент тоже пользуется, а для этого ему нужен смартфон. Логично? Кажется, да. Ну ладно. Запрещает дистрибьютор. Еще один интересный аргумент. Еще один интересный аргумент. Я не знаю, нарушаете ли вы все стандарты дистрибьютора, я про дилеров говорю. Вы же не нарушаете никаких других стандартов, кроме тех, которые предписывают историю по цифровым технологиям. Конечно, не нарушаете. Нарушают все и все. И здесь вопрос того, что мы преувеличиваем силу этих запретов и при этом не проявляем гибкость. Наши зарубежные коллеги говорят о том, что нет лучшего времени, чем сейчас. Они говорят о том, что нет лучшего потребителя, чем сейчас, потому что потребитель готов больше всего. Он сегодня получает лучший покупательский опыт, который только был. А мы от этого опыта отстаем. И самый главный момент, наши дистрибьюторы, в том числе, готовы, чтобы получить преимущество, позволять вам, соответственно, использовать новые инструменты. Не хватает бюджетов. Как вы думаете, цифру скажите, сколько средняя стоимость IT-продукта на один лидерский центр? Из всех вот все, что там у нас сегодня показывается. Догадки. Пять. Сколько? Кто больше? Тридцать. Ну, вот где-то между пятью и тридцатью на самом деле это все лежит. Вот. Знали вы или нет, но от пяти до двадцати пяти – это столько, сколько стоит технология на один дилерский центр. Когда говорят о том, что у нас нет бюджетов, тоже становится странно, потому что сейчас не самое лучшее время, потому что мы очень много зарабатываем. А это на что? На одну, на любую IT-технологию, которая есть, средний чек на одну крышу будет стоить 5,25. А сколько таких IT-технологий надо? Сколько таких технологий надо? Да. Нужно только те, которые вы внедрить сможете. За те, которые не сможете, платить не надо. Однозначно. Это самая главная история. Сейчас слишком много IT-сервисов предлагается дилерам. Все правильно. Поэтому у меня вам подарок. У меня вам подарок. Подарок заключается в том, что здесь есть карта всех этих технологий обновленная. Поэтому вы можете ее скачать и на жизненном пути клиента увидеть все 123 компании, которые есть. Если мы 123 умножим на 15, это все равно получится не сильно большая цифра. Саша, ты знаешь, в этой ситуации подарок, если бы ты QR-код для привитых подарил. Всем бы QR-коду, понимаешь? Я думаю, что по моему QR-коду с моим здоровьем такого не получится. Ну и далее. Не уверены в силах. Часто говорят о том, что мы не уверены, что у нас это получится. Типа страшно. Так вот, честно говоря, самый главный двигатель, а точнее не двигатель, а тормозитель, назовем это так, педаль тормоза, это лень. Наши зарубежные коллеги, о чем они очень много говорят, потому что это все выводы из того, что они нам рассказывают, что самая большая проблема была заставить себя измениться и заставить изменить своих сотрудников. Всем лень. Как только становится не лень, много можно говорить о том, что страшно. Нет, не страшно, просто лень. И самый главный момент, наверное, интересная штука, что все лидеры зарубежного рынка задают себе самый главный вопрос, а что останется после меня? Есть ли у меня какое-то наследие с точки зрения своей компании, с точки зрения своего коллектива? И кажется, что это классный двигатель как раз, который может быть. Теперь ответы на вопросы. Правильные ответы, на мой взгляд. Как научиться копировать то, что дает мгновенные результаты, опять же, по мнению большинства EIT-компаний и лидеров рынка? Первое, размышлять долгосрочно. Попытка решать краткосрочные задачи всегда заканчивается тем, что либо ничего не внедряется, либо внедряется не то. У кого есть стратегия из компании на 5 лет? Есть. Вы уверены, что она у вас есть? Честно говоря, обычно когда так руки все поднимают. Я волею судеб, мне повезло участвовать в множестве стратсессий компаний стоп-10 российского авторитейла или участвовать каким-то образом в обсуждении стратегий. Кажется, что реальная стратегия есть у трех-четырех. Это правда, на самом деле так. Потому что все остальное это какой-то план мероприятий на ближайший год. Поэтому первый момент, надо подумать, а зачем мы здесь. Второе, многие стесняются заимствовать у коллег. Реально стесняются заимствовать у коллег. Знаете такую фразу «укради и гордись»? Слышали про такую историю? Только укради не деньги и гордись этим, а укради идею и гордись. Так вот, стесняться заимствовать тоже странно. Это тот постулат, который коллеги нам предлагают. Далее, знаете, что нам сказал… Мы встречались с таким дядькой, его зовут Чип Перри. Он создал Classified, один из крупнейших автотрейдеров. Потом создал Truecar, это как автоспот российский. Был основоположником подобных проектов. И потом, сейчас он занимается другим продуктом. Когда он встретился с нами, как вы думаете, что он сказал по поводу всех продуктов по продажам автомобилей онлайн? Саша, вот не знаю, что сказал. Мне понравилась твоя фраза. Truecar – это как автоспот российский. Да. То есть красиво звучит. Проекламировали, коллег. Он сказал, что все чушь – это собачья. Все эти технологии онлайна – это все полная чушь. И каждый продукт – это чушь. И все это не работает и никогда не заработает. Только он дальше продолжил свою фразу одной интересной историей. Оно не заработает, потому что нет процессов. Если нет процессов, вы можете купить 10 платформ по продажам автомобилей онлайн, которые тоже здесь присутствуют. И ни с одной из них вы не заработаете ни рубля. Поэтому технологии с точки зрения выставки и выставок, которые там стоят, все эти технологии стоят меньше, как мы уже определились, и в нашей стране тоже, чем дальнейший процесс по их интеграции. Поэтому перед тем, как вы покупаете технологию, вы должны понять, что вы покупаете не процесс, вы покупаете инструмент для автоматизации процесса. Те технологии, которые успешны, когда ты задаешь, подходишь им вопрос о том, почему вами пользуются 800, 900, 1200, 1500, 10 тысяч дилерских центров, все они говорят о том, что мы помогаем дилеру автоматизировать процесс. Они говорят о том, что мы приносим дилеру новую какую-то историю. Они говорят, что мы помогаем автоматизировать процесс. Это очень важно, поэтому начинать нужно с этой стороны. Дальше тоже интересный момент. Не все люди готовы меняться. Это не новость для вас, безусловно, но основной вывод, который они делают, вы не можете внедрить технологии и изменить бизнес-процессы с теми людьми, которые у вас сейчас работают. Не будет такого. Точнее, вы не сможете это сделать со всеми людьми, которые у вас работают. Поэтому, если есть какая-то иллюзия на тему того, что текущая команда в дилерском центре, в традиционном, может взять и начать работать по-другому, качественно, иным и новым путем, то нет, такого не будет. Первое, с чего нужно начать, о том, о чем тоже нам Чемпери сказал, он говорил, начинается все с того, что вы меняете процесс найма. Это удивительная история, которая на самом деле показывает то, что для того, чтобы построить новый процесс, на которую сделать технологию, и которая будет полезна для клиента, нужно начать с процесса найма. Поэтому первым делом, куда нужно сходить, нужно сходить в отдел HR, для того, чтобы взять тех людей, которые реально будут готовы меняться. Это грустно, но это так. Привлекать нужно проектные команды, а не процессные. Все, кто у нас работают, это процессники. Проектников среди них немного, поэтому есть проблемы, в том числе, с внедрением. Важный момент по проектам. Это реально вам инструмент. Я вам реально его рекомендую, что он действительно работает. Берете и делите весь год на отрезки из одной, двух, трех недель. И каждую гипотезу и каждый проект внедряете не просто 10 параллельно, а внедряете их последовательно. Вот как только, это к вопросу о том, что команда должна быть не процессная, а проектная. Как только заработает так, это количество недель. Каждый квадратик это количество дней, точнее в году. Соответственно, каждый сектор это количество неделька или две, как сектор. И, соответственно, сверху это все, что у вас праздники и выходные. У вас на самом деле всего раз, два, три, четыре, четыре на пять, двадцать две попытки, если брать по две недели на каждый проект, чтобы что-то внедрить. Больше у вас нет. Поэтому, если вы больше, чем 15 или 20 гипотез пытаетесь за год проверить или внедрить со своей командой, то это умрет. Не получится. Дальше. Меняйте KPI. Все ваши текущие KPI, в хорошем смысле, противоречат тому, что нужно клиенту. А KPI, который говорит о том, что нам нужно повышать количество единиц трафика звонков в дилерский центр, противоречит всему тому, что вы внедряете с точки зрения самообслуживания. Для этого клиенту не нужно звонить в дилерский центр. KPI, приглашение клиента и закрытие на встречу противоречит любому сервису онлайн, дистанционному, потому что как раз нужно сделать так, чтобы он к нам не приезжал. И когда у вас у сотрудников стоят одни KPI, а у клиента другие потребности, цифровые, в дистанционных каналах, ничего не получается. Маленький пример, быстрый. В одной дилерской группе большой, есть большое подразделение, которое занимается в том числе IT-трансформацией. И эта IT-трансформация довольно успешно идет, но при звонке, при проверке, проверочный звонок в дилерский центр, мы говорим, мы сидим у вас на сайте, хотим одобрить кредит дистанционно. Менеджер, который сидит, разговаривает с нами, говорит следующее, пожалуйста, закройте сайт. Мы говорим, почему? Приезжайте, я вам все сделаю. Начали разбираться, оказалось, что у него мотивация, если заявка придет с сайта, то ему деньги за эту сделку не заплатят. Как это возможно? KPI противоречит. Делать так же, короче, как в 2007 году, а я в бизнесе в 2007 году, я не вижу никаких практически изменений. Опять же, если брать так честно, смотреть и говорить об изменениях каких-то существенных, не даст результата, все это бесполезно. Я вам резюмирую следующим образом, постараюсь мысли, которые я вам накидал. Почему я сегодня рассказывал не про продукты? Потому что можно рассказать еще про 10, 15, 20 продуктов, можно их посидеть, обсудить, но кажется, что я делаю это 4 или 5 лет, и ничего не получается потом с точки зрения внедрения. То ли я плохо рассказываю, то ли я рассказываю не об этом. Задача сегодня моя была подсказать вам, что когда мы разговариваем с лидерами по трансформации, они про технологию говорят минимум времени. Любая презентация продукта начинается с того, что у вас есть вот такой бизнес-процесс. Когда мы в этот раз с дилерами были, настояло 30 человек, Чиппери рассказывает, что у вас есть вот такой бизнес-процесс, через 3 минуты по столу он начал рассказывать, наши дилеры такие, что он рассказывает? Изюм давай, говорит, изюм давай. А он на самом деле рассказывает самое важное, что должно быть, потому что без бизнес-процесса ничего не бывает. Так вот, я вас призываю перестать, первое, знать от лидеров рынка зарубежных, что не будет лучшего момента и не будет лучшего покупательского опыта у клиента, и это самое время делать сейчас. Второй важный момент. Перестать полагаться на технологии, правда, потому что все про ваши процессы. Ну и третий важный момент. Оставить что-то после себя, ну, условно говоря, результаты трансформации. Кажется, что это весело. Мы с нашими, я со своими 12 проектами, все, кто хочет в следующем году сделать крутую трансформацию и кто готов потратить на нее время, приходите, мы планируем в следующем году с пятью дилерами в России поработать принципиально другим образом, не так, как мы обычно делаем, просто продавая какую-то технологию. Мы реально хотим в следующем году взять и сделать пять проектов федеральных, больших, крупных, иногда и с региональными дилерами, которые сильно изменят покупательский опыт. И мы сконцентрируемся только на них. Это план на следующий год. Если вы хотите с нами, приходите, мы, правда, подумаем, поймем, сможем ли мы с вами это сделать, потому что мы возьмем только пять, правда, компаний, с которыми хочется посотрудничать. Поэтому в следующий год будет много таких новостей. Спасибо, Александр. То есть, Саша, на самом деле, крутой. Здесь книжки, на самом деле, еще. Вот здесь книжки. Но, на самом деле, вот он эти QR-коды показывает, Саша, у меня к тебе такая просьба. Ты с нами надолго здесь? Я с вами сегодня на весь день. О, здорово. Давай вот определим. Ты показал один QR-код, второй QR-код. Я первый скачал, понял, что ты очень хитрый мужик. То есть, ты не линкарту показал, а лидогенератор свой. Абсолютно верно. Это меня в Америке научили. Да вот в том-то и дело, да. Мне очень интересно, поделишься там в конце дня, сколько... Всеми, всеми поделишься. Сколько лидов привлек за 15 минут выступления? Договорились. А он еще будет выступать, я открою секрет. А, еще будет. Еще пару QR-кодов покажет. Да, да, обязательно. То есть, это у него лидогенератор. И генерит вообще фантастический. Коллеги, один вопрос, короткий вопрос, короткий ответ. И, Сашу, отпускаем. Есть? Нет? Есть. Я бы подумал, что сегодня никто ничего не понял, что он говорил на самом деле. Саш, спасибо за вступление. Сергей Пашнов, Нижний Новгород, Батцер Моторс. У меня не вопрос, у меня скорее просто замечаемые. Ты про Янекс такси говорил. Вот у меня бабушка, не имея смартфона, пользуется Янекс такси. Как думаешь, как? По номеру телефона, который у них есть. Да нет, она просто звонит мне и говорит, вызови меня такси. Другими словами, наш клиент, если что, может позвонить тебе, чтобы ты помог. Ну, это к тому, что не все готовы как-то меняться. И здесь вопрос, наверное, так риторический. А как все-таки, имея какой-то ограниченный бюджет, там не IT-гигантов? Ну, то есть, вот. Есть и такие, которые… Что я услышал, смотри, что я услышал сейчас. Спасибо. Я это слышу каждый раз, и мы сейчас прослушали. Я с большим уважением к тебе, на самом деле, с благодарностью. Я услышал, что ты сказал, что не все готовы меняться. Я услышал, что с маленьким бюджетом, которого у тебя нет, невозможно трансформировать компанию. Вот это снова два возражения, которые я пытался обработать. Клиент. Клиент с маленьким… Не надо вам трансформировать клиента. Клиент сам трансформировался. Он офигенно себя чувствует со всеми сервисами, которые есть. И не очень хорошо чувствует себя с теми сервисами, которые даем мы. Поэтому, на самом деле, бюджет на то, чтобы трансформировать клиента, не нужен, потому что он уже готов. Он не будет более готов. Вот. Поэтому глобально на каждый… То есть, видимо, я правда плохо доношу мысли, ну, в хорошем смысле. Потому что я, видимо, это не умею делать. Вот. Потому что я на любые подобные… На самом деле, будет являться… Подождите. Вот онлайн не слышали комментарии… Вы не поверите, самая бабушка не является клиентом на покупку автомобиля. Вы, кстати, на самом деле, не поверите, но самый большой по результатам прогнозов роста рынка в Соединенных Штатах, самая большая группа, которая купит автомобили, за счет чего вырастет рынок, это бабушки. Потому что они смогут водить автономный автомобиль. Ну, по крайней мере, мы с тобой так слышали. Саша, а скажи, пожалуйста, а правда там радио работает в качестве привлечения, как рекламный инструмент? Вот для 45 плюс возраст. Я просто читала целые исследования на тему того, что вот именно радио на некоторых станциях в некоторых штатах вот специально таргетирует так, что они потом приезжают и все покупают машину. Да. Спасибо. Очень не хочется Саша что-то отпускать, но он сказал, что он еще выйдет сегодня на сцену. Да-да, он будет у нас в конкурсе. Поэтому замечательно, можно отпустить время. Кто у нас следующий? Следующий Александр Уссульцев. Да ладно. Да честно. Снова он. Снова он. Ну, ты начни, пока не включаем тебя таймер. Сколько сгенерил лидов? 47. Нехило. 47. Нехило, нехило. И до конца дня еще сгенеришь. Ну, я думаю, что сгенерием что-нибудь. Можно я прям… Теперь все, кто, соответственно, это сделал, будут видеть мою рекламу. Да. Что для тех, кто в онлайн, я вижу просто сейчас подписи голосование участников. Да, мы поставили так, как они шли, то есть с первого по 12 номер, и они, естественно, не совпадают, ребята сейчас с теми номерами, которые у них в программе. Поэтому делайте, пожалуйста, пометки. Вот сейчас, допустим, Саша Уссульцев, он в программе стоял номером один, по факту он вытащил свое счастливое число номер пять. То есть люди перепутают и будут голосовать не за тех? Ну, там есть описание каждого решения, я думаю, что невозможно, наверное, перепутать, понимаешь? Наверное, все-таки как-то решение Виктора от решения Александра сильно отличается. Вперед, Саша. Слава, Слава. С шесть минут. Слава. И снова всем здравствуйте. У нас на экране мастер-консультант, и он что-то пишет. Пишет он одно из двух, потому что мы внедряем свой продукт. Либо он пишет заявление на увольнение, либо он пишет заявление на повышение. Потому что наша задача взять и исключить мастера-консультанта из процесса приемки автомобиля. Все очень просто. Почему мы больше будем рады, если он будет писать заявление на повышение? Потому что в директорском центре много крутых задач, которые он может сделать. Ну, а, соответственно, увольнение, если он просто плохой мастер-консультант. Но люди нам говорят, что в процессе приемки автомобиля точно нужен человек. Он нужен сто процентов, без него не справиться, потому что человеку нужен человек. Почему я с этим не согласен? Потому что человека заменили уже много где, потому что человек не нужен вам ни в Сбербанке, ни в одном банке. Мы банкоматы давным-давно заменили кассира. Вы каждый, ну не каждый день, хотя кто-то каждый день пользуется банкоматом, я уверен, завидую этим людям. Вы, соответственно, в мире банкоматы заменили лишние узлы кассового обслуживания. И кажется, это работает, всем нравится, и никто к кассиру идти в кассу специально не хочет, если там что-то несложное только. Вы все пользуетесь замечательными вендинговыми аппаратами. Почему? Потому что некоторые операции с ними можно провести гораздо быстрее. И это, опять же, позволило в том числе продавать дешевле те продукты, которые есть, и, соответственно, продавать их 24 на 7 и делать точки больше. Классно, люди пользуются, им не страшно пользоваться аппаратом. Вы не поверите, но кто помнит, когда вы стояли в очередь в Макдональдс? Все помнят, уверен. Или те, кто на ЗОЖе только не помнят. Теперь вы не стоите в очередь в Макдональдс. И что? Вы стоите перед Макдональдсом, да, теперь. На самом деле у вас теперь есть возможность сделать все в терминале, и что-то мне подсказывает, судя по количеству человек у кассы обычно, что терминалы нравятся больше. Есть новые терминалы, продуктовые, и было много скепсиса на тему того, что ими не будут пользоваться, потому что кассир, она как-то вроде понятнее, удобнее и так далее. Кажется, что единственные, кто стоят теперь в кассы, нет, не единственные, те, кто покупают алкоголь, но нет, что в них, по-моему, нельзя купить. Но на самом деле уже есть большое количество тех, кто перешли в бесконтактный формат обслуживания и супермаркеты по всей стране внедряют. Сейчас, если я помню, раньше года полтора во Вкусвилле у терминалов никого не было, то сегодня, конечно, есть. Поэтому, развеивая этот миф, я могу сказать одно, что мы на самом деле, Дима Савченко, кто знает Диму Савченко? Он сегодня тоже выступает. Дима Савченко удивился кое-чему, и мы хотим на самом деле показать, чему так сильно удивился Дима Савченко, потому что он сделал первый дебют своей карьеры в киносъемке. Мы сейчас попросим включить ролик, чтобы показали, что мы сделали. Мы сделали терминал самообслуживания для приемки клиента на сервис. Начинается все с того, что есть предварительная запись на ремонт, любым способом стандартным. Клиент либо по QR-коду, либо по номеру телефона авторизуется, после чего ему открывается его заказ-наряд предварительный со всеми работами, которые он согласовывает. Далее рекомендации с прошлых визитов, которые могут дополнить заказ-наряд при желании клиента. После чего переход на экраны, на которых мы допродаем сезонные предложения, на которых мы предлагаем все, начиная от какой-то профилактики кондиционера, или омывайки, или замены щеток стеклоочистителя, или еще чего-то более существенного. Далее вопросы, которые позволяют понять, останется ли клиент, нужен ли ему подменный автомобиль, если вы захотели его предложить, готов ли он сдать свой автомобиль или оценить свой автомобиль в остаточную стоимость в 3D. После этого ключ передается в терминал. Далее есть возможность подписать документы, если выпустить неквалифицированную электронную цифровую подпись клиента и таким образом подписать в том числе те документы, которые необходимы нам для того, чтобы автомобиль передать. Путем того, что мы сканируем паспорт и используем дополнительное программное обеспечение стороннее. Мастер-консультант получает сообщение о том, что автомобиль доступен, авторизуется в системе, вводит данные из-за снаряда или фамилию, после чего ему получают ключ и передает, соответственно, машину в работу. Вот так довольно просто выглядит этот терминал. Но что он позволяет сделать? Вернемся к презентации и за последнюю минуту объясним, чему же Дима Савченко теперь удивляется с точки зрения бывшего мастера-консультанта. Потому что Дима Савченко, если бы был мастером-консультантом, скорее всего, выглядел бы так. Кажется, что вот эти цифры создают вот такое плохое настроение. Первое – ускорение приемки в 5 раз. Почему? Потому что нет больше ожидания мастера-консультанта. Второе – прирост среднего чека. Почему? Потому что есть лучшие мастера-консультанты, которые продают много. Но среднестатистические продажи на мастера-консультанта оказываются ниже, чем продажи терминала. Потому что терминал не задает вопросы и не складывает мнение о том, будет клиент что-то брать или не будет брать. Он не сомневается ни секунды, он гарантированно предлагает определенный набор услуг и сервисов. В увеличении из-за этого среднего чека возможность работы 2.4 на 7. Прирост. Самое главное – прирост удовлетворенности клиентов. Этот терминал для 30-40-50% клиентов сделает кайф. У меня на этом все. Я вложился. Да, Александр, спасибо. Есть вопросы. Раз, два. Саша, скажи мне, пожалуйста, стоимость этой замечательной игрушки. Стоит мне зарабатывать деньги, как думаешь, начинать? Ты же мне обычно советуешь начинать зарабатывать. Она стоит полтора миллиона рублей, посоветуй Олега. Если бы Олег не советовал мне зарабатывать, вы бы выкупили ее сильно дешевле. Здравствуйте. Отличная презентация, отличный продукт. У вас начинается ролик, что человек приезжает с номером своей записи и вводит его в терминал. Отсюда вопрос. Раз у человека уже есть номер его записи, почему, соответственно, там, где он записывался или ему просто не отправить ссылку, он мог сделать все те же операции там, выбрать доп.услуги и уже не нужен этот терминал. Кому он передаст ключ и как? Коробочка с ключом, только ячейка нужна. Дальше. Кому он, как он получит автомобиль? Обратно? Не, ну смотрите, он сейчас тоже получает. Вопрос, ребят, мы дополняем. Этот вопрос я с ним сталкивался уже много раз. У нас есть в экосистеме продукт… Просто вы говорите, что вы заменили мастер-приемщика, его может заменить веб-страница точно так же. Хорошо. А дальше он принял ключ и отдал ключ. Хорошо. У нас три продукта, которые в экосистеме. Первый – это сам терминал. Второй – это мобильное приложение для клиента, которое делает то же самое. Просто практика зарубежных проектов показывает то, что 30-40% клиентов пожелают это сделать при сдаче автомобиля. При этом мы предпродаем то же самое до того, как это делается, и допродаем. Об этом Дима Савченко также скажет в процессе. Вопросов очень много. Давайте коротко со всем. Так Сергею дал. На самом деле очень коротко примерно то же самое. То есть можно ли заполнить в приложении или на компьютере и приехать просто сдать ключ? Тоже можно так сделать, но мы все равно дополнительно попробуем допродать. Почему? Потому что мы знаем, что он допродает. Саш, напомни, а как вопрос с поврежденным автомобилем? Решаете вот с тем, что он приехал, неукомплектованный и так далее? Мы можем по желанию дилера не принимать автомобиль, пока клиент не сделает фотографии, не обойдет его вокруг, как он делает в нашем приложении или в приложении клиента или просто на странице, до того, как он не сфоткает его, как он делает это в каршеринге. Александр, приветствую. Привет. Увидел статистику. А сколько сейчас автоматов уже стоит? Да, мы поставили первый аппарат. Он стоит в фаворит Реутов. И мы до конца ноября должны поставить еще 8. Ну а на следующий год у нас планы, если мы выиграем те тендеры, в которых мы участвуем, поставить еще штук 300. Поэтому мы ждем, что у нас… Пока один, да? Сейчас один. А по нему статистика уже есть? По нему статистика будет в течение двух недель. Сколько мастеров-консультантов уволилось после этого? Мы ожидаем по зарубежным практикам, что можно будет сократить штатное расписание на 30%. Денис, миссиян, вопрос. А сейчас какое количество обращений к этому терминалу? Кажется, что сейчас мы не сообщаем клиенту о том, что он может это сделать. И поэтому количество обращений там 1, 2, 3 в день. Бизнес-процесс, который позволяет этому работать, это сообщение о том, что у вас есть такая возможность за день, ну за сутки и за пару часов. То есть это тоже бизнес-процесс, который должен появиться. Мы находимся на старте. Цифры, которые мы показываем, это цифры проектов Норвегии, Дании и США. А цену полтора миллиона назвали, да? Все, Саш, уходи, а то ты выигрывал много конкурсов, опять выиграешь, и нам это будет обидно.